что необходимо сделать чтобы трудного подростка направить в сторону добра ответ найден достаточно давно такому подростку нужно дать настоящее дело сразу возникает другой вопрос а кто даст это настоящее дело и ответ тоже давным-давно найден такое дело может дать только тот человек который этим делом живет только тогда подросток ему поверят и пойдет настоящей дорогой и сегодня мы будем говорить с очень интересным человеком алексеем ивановичем шумовым человеком который создал фрязинский клуб стендового моделизма через стены которого прошли десятки возможные сотни трудных подростков алексеем иванович здравствуйте здравствуйте как вы пересеклись со стендовым моделизмом ведь насколько я знаю по профессии вы авиационный техник потом была и служба в уголовном розыске и вдруг клуб стендового моделизма моделизм начал заниматься еще в начальной школе точно начале школе в младших классах но тогда это была большая проблема поскольку моделей было совсем никак ну может быть помните тогда гдр такая была страна гдеровские модели до сих пор помню свою первую модель к 26 вертолет гдр русский шикарная модель в семидесятые годы уже участь в училище на родственник работал в токио представителем аэрофлота и помните 76 год беленко угнал миг 25 вот буквально через там полгода японская фирма хосига выпустила модель миг 25 ну и смешно и грустно он не оттуда переправил с краткой запиской ты горит ее собери никому не показывай он секретный забавно да в общем-то ну собрал меня дома там стал на серванте ну и стал в общем-то меня там снабжать моделями ну вот так вот потихоньку потихоньку а когда работали в уголовном розыске тоже а вы знаете да приходя с работы вот садился выпустить пар и вот ну сидел пыхтел пилил компрессора не было но на свалке с отбитого холодильника оторвал этот компрессор провод от кайбл этот шланг от капельницы там приспособил к аэрографу там ну в общем на проволоке что-то на этих самых тарахтел жутко на всю квартиру но работала но все так начинали по субботам моделисты собирали в детском мире но на ступеньках так называем там милиция гонял там дружинники ну кто-то покупал кто-то продавал менялись там ну вот так вот ну и уже детей приводили и уже дети что-то там приносили потом в политехе разрешили собираться потом дк горбунова но когда вы решили все создать свой в 2007 году выйдя на пенсию мне предложили работать во френдской станции иных техников но сначала я пришел зам директора вот ну по безопасности в принципе работа делал ну и время было ну был кабинет я туда все это дело перетащил и стал там потихоньку вот но все равно сидишь и сидишь начальник управления образования в то время или на алексеевна мишина возьмите детей-то я как-то не вот ну вот да вы попробуйте но не понравится возьмем да закроем ну взял попробовал пошло развитие стали потихонечку на выставке ездить в сентябре вот этого года 16 лет будет как я веду уже не кружок клуб я оппозиционирую как именно клуб потому что ко мне из зеленограда ребята приезжают приезжали матищи москва то есть ну это на педагог как говорится на опыт основная масса детей это мое личное наблюдение это дети неполные из неполных многодетные или же но мало обеспеченные семьи чаще все мама бьется как рыба блюд на двух на трех работах чтобы мальчишка не болтался но приведут авось поможет авось ну хотя бы время какое-то чтобы он ну под присмотром еще я работал все эти но станционных техников и многие школы детские сады на нашего города приводили ко мне детей как на экскурсии потому что у меня там стеклянные такие витрины стоят у нас как-то да но сложилось само собой что ребята собирают модель и для них гордость оставить ее у нас в клубе ну потому что во первых стеклянный шкаф закрытый то есть вот его работа там стоит то есть и они там остаются у меня там огромное количество моделей там ну и водильные экскурсии детские сады и школы как-то мне позвонили приходят идут встречаю ну и дети как дети там идет класс то значит две училки две малыши посередине колян вот ну такой совсем клиент уголовного розыска детской комнаты милиции там там конкретные вот сколько лет наверное где-то шестой седьмой класс вот так вот вот такой вот вот ну там от тору парень такой ну все на нем написано там вот тут ну походили посмотрели коляна там этого под конвоем чтобы шаг влево шаг вправо то есть держит его вчетвером реально потому что все вот проходит день-два буквально он приходит раз там а можно приходи чё вот кстати вот арматы тогда пошли ток ток тока и я ему армата она достаточно кстати сложная на вид самая там решетку вот отдельно собирать там проблемная модель на гры попробую чё понравится хорошо не понравится вот сделал чем хорошо сделал нормально аэрограф попробовали аэрограф но там всегда проблема руку надо ставить там долгая история ну ладно главное сделал и тут он ее уже в принципе заканчивает приходит первокласска совсем и приходит с арматой ну ребенку да ну как говорит давай ко мне такого вместе со мужик себя задвигает модель давай все рассмотрим и сидит там что-то с ним пахтит там пилит там все нормально ладно делаю ты делаю вот и он свою вообще забросил не доделывает и с этим но ему да покажет и ему дает то есть вот учит все рассказывает вот это так не не это не так взял там пинцетом вот так смотри там вот вот там какой-то день мне звонок раздается классная мне позвонила о чем это занимается занимается говорю здорово занимается да не может такого и какое-то время проходит опять у них экскурсия идет класс вот коляна уже не так держит вот нормально всего более-менее ну и как в маугле помните у шархан там эти вокруг там эти табаки да 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 скачут ой там это ой да фигня там это это там молода ерунда колен вот когда сам сделаешь тогда и рот открывай и колян по выставкам пошел а потом общаюсь город то маленький друг другу в больми не знаю он другим человеком стал он остался вот этим лидером но как бы вот но он был отрицательным лидером ассо полагает но он повел их в другом направлении то есть парень то нормальный просто тут ну чуть-чуть вот это вот мелочь какая-то она его по-другому повернула найти настоящее дело мыслить они начинают да действительно по-другому вот сейчас у меня два брата близнеца занимаются пришли посмотрел на них под левым глазом фонарью другого под правом но и так по очереди ну про них там поспрашивал да такие два горит там за словом в карман не полезут а в глаз кому засветить это моментально ну запросто такие шпанистые ребята хулиганистые ну давайте вот заниматься ну вот как раз вот первая модель одному потом второй ходит ему то не купили одну на двоих никак на году ладно не болтайся хочешь попробовать да ну дал модель начал а ребята-то умные вижу светлая голова хорошие руки нормально вот у них все вот вот-вот-вот потом вижу что зацепило это видно сразу что цепляет а тут вот уже вот сейчас конец учебного года мне кто-то из моих мальчишек говорит алексей иванович узнаете они за этот год даже никому по шее не дали на я так про себя да некогда я говорю за это не то что я говорю ребят ну на выставках вот ездим бабах один там первое место занял с директором поговорили ирина николаевна наш она говорит а давай говорит это наградим их на школьной линейке на поднятие флага вот и извините когда называют вот это вот там школа стоит такая понятник то ничего баровая тишина как так вот этот вот вот вот-вот-вот про которого сигаре шон вот-вот-вот-вот но совсем а тут он выходит вот бах первое место а он первое место в курске она как международная получилась там новый статус ой ой а выставки понимаете площадкой с каждым годом вот про стендовый моделизм ну вообще очень много клубов сколько в нашей стране калининград курск кинишма новомичуринск нижний новгород москва барнаула иркутск там прочее прочих антамансы но ханта манси вообще очень сильная школа ханта мансийская там очень сильные там прям они такие впереди планет все всегда там очень хороший руководитель вообще как проходит работа над моделью какие типы моделей собирают дети вашем кружке я всегда очень уважительно отношусь к любой выполненной работе даже пусть она кривая косая кто-то модель сделал да допустим уже все там она там допустим даже на выставку съездил а кто-то вот только пришел нового смысле и начал такую же модель делать он раз ко мне алексей он человек как к нему подойди вот он и делал вот он тебе прямо сейчас все по свежей памяти а я забыл уже я давно я уже не помню вот ваунте больше всего мы работаем именно по бтт бронетехника ну в том числе автомобили вот потому что ну авиация кто приносит модель самолет там вертолет ну конечно делаем безусловно но авиация всегда сложнее здесь есть такой маленький вопрос ну нюанс вот здесь представлены модели семьдесят втором масштабе ну как бы такой средний размер как моделист мы его называем слепой 35 масштаб это но в четыре раза больше модель по будет да она большая здесь все упирается во что первое цена вопроса если это стоит тысяч то будет стоить три четыре пять шесть и семьи и больше второе я всегда ребятам говорю ребята я сам прошла через это почему семьи второй масштаб моделист и рано или поздно остановятся коллекционером то есть вот он собрал ты 4 76 а для четыре 76 выпускала несколько заводов Нижегород, Горьковский, Псормовский, Харьков, потом Уралвагонзавод. Типы башен были совершенно разные, орудийные маски были разные. Катки разные. Да, катки разные. Допустим, тоже Сталинградский завод, он вообще без резиновых бандажей. Они поэтому грохотали со страшной силой. В душе у каждого модулиста живут два зверя, жаба и хомяк. Жаба душит. Жаба душит, хомяк требует. И у него... Кто побеждает? Хомяк, хомяк, хомяк. Хомяк побеждает. Вот. И срабатывает хомяк, и он начинает там... Ага, там Сормовский, там Сталинградский, там это, это, это. Пошла коллекция. Почему 72-й масштаб? Ребята... Пространство ограничено. Квартирки-то у нас не очень. Вот. Так что 35-й... Не больно, где разместишь. А 35-й он даже в книжную полку не войдет, потому что ствол длинный, и все. Значит, по моделям. Вот начинает он собирать. Я всегда часть рассказываю, да, ну, приносит модель, там, а, вот это, это, это. Ну, примерно, ну, что-то они знают, тем более сейчас это World of Tanks, они играли все, то есть, вот. И с коренея каленым железом, потому что это вот, ну, бред севы кобылы. Извините за лексику, но это так. World of Tanks, это, ну, вообще какая-то с другой планеты что-то. Там такая ерунда. Там уже фэнтези такое пошло. Ну, там фэнтези, да, совсем. Вот. Я показываю, где надо посмотреть. Вот. Вот это, вот это. А потом говорю, ну, ты... А на следующем занятии ты мне расскажешь, там, чтобы он думать. Первое, нашел. Второе, прочитал. Третье, запомнил. Чтобы он мог это рассказать. Я его поддерживаю. Да-да-да-да, где-то подправишь, подскажешь. Стараюсь или отойти, развернуть на остальных. Поймите правильно, они когда начинают думать, очень вопросики-то потом появляются, Алексей Иванович, приходится, знаете, как мозги-то включать. Приехали с Курска, да, посвящено 80-летию победы в Курской битве, да. А они там, мне тут нормально, спокойно, говорит, Алексей Иванович, а что-то, говорит, вот мы тут, типа, советом стаи посвящались, как-то вот объясните-ка нам, пожалуйста, а как вот встречное танковое сражение под Прохоров, говорит, там было, как оно могло быть... Потери пятого и танкового... Да, как оно могло быть-то, вот. Вот, а если у «Тигра» плечо два километра выстрела и 34-ку насквозь, а у 34-ки... 76, да. Да, 34-76, между прочим, еще, да, 85-ка в 44-м году весной войска начала поступать. И 200-300, и то в корму. И какой? Вот Алексей Иванович сидел-то, знаете, так напрягся, так, ну... Ничего выкрутился, Алексей Иванович, да. Ну, скорость у 34-ки выше, маневрность выше, потом скорость поворота башни, извините, у «Тигра» один оборот у нашей, там, два с лишним оборота, то есть, ну, и это влияло, да, там, да, понятно, вот, ну, вот, как-то так. Вот, а историк мне один тут в школе, там, вопрос... Я ему задал тот же вопрос, он не смог ответить. Да, конечно. Алексей Иванович, а насколько, вот, все-таки, модель, которую дети, она соответствует реальной технике? Ну, всегда и главное правило моделиста – это стопроцентная копейность. Ну, дело в том, что стопроцентная копейность, ну, в 72-м масштабе особенно не достигнешь, но стремимся к тому, чтобы было, вот, ну, 100%, потому что, вот, допустим, опять же, на примере вот этого вот, вот, ну, вот, ну, «Звезда» не сделала дворники на КАМАЗ, да, вот, вот, ну, отдельно надо докупать, вот, на выставке вот уже это будут минус баллы, то есть, любой нюанс, какие-то, вот, на танке, допустим, фара, да, а провода-то не видно, берешь проволочку и им говоришь, вот тут вот просверли, вот он, найди сначала, посмотри прототип, как этот вот проводочек-то шел, вот. Он находит фотографию, смотрит, а вот здесь надо просверлить, вот здесь берем проволочку, ну, вместо провода, мы ее, там, приклеиваем, запустили, все. То есть, раз, вот, вот, вот. И вот эти вот нюансики, там, мелочь, мелочь, ну, это вот самое сложное, это вот обвес, особенно, там, шансовый инструмент, лопаты, там, топоры, там, пилы, что-то. Все до поборудования. Да, 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 да. Алексей Иванович, а вот за время вашей работы выработались какие-то, вот, золотые законы моделизма? Первое, только терпение и труд, это первый закон. Внимательность. Клей здесь работает, как сварка, то есть, он сваривает, то есть, если ты один раз вот сам, то, ну, все. Работа... Очень надо внимательно, то есть, а потом некоторые детали настолько мелкие, что ты вот ее раз, и вот тут, ну, можно сделать только одно движение, и все. Должны быть абсолютно точные показания. То есть, и я им всегда говорю, если ты чувствуешь, что вот, ну, не твой день сегодня, положил. Ну, не мой день. Ты должен проявить свою творческую инженерную интуицию, чтобы понять, как все это... Я говорю про инженерную интуицию, я вам, кстати, про эту интуицию, я их, первый свой набор повез в Кубинку, в танковый музей. Всегда очень много на выставках ломается копий по окраске бронетехники. Соответствует, не соответствует, цвет тот, цвет не тот. Вот, между прочим, даже вот армата вот на параде, она, вся парадная техника покрашена парадным типом краски. В войсках красится другой техникой краски. Там совсем другая камуфляжная. Совсем другая, совершенно другая. Вот совершенно другой цвет, она именно, чтобы она смотрелась на Красной площади в данный момент времени. Все. Вот так. Вот. То есть это... И всегда очень на выставках очень много вот этих вопросов. Ну и экскурсант нам экскурсию заканчивает. Все, ребят, ну теперь сами можете. Ладно, я отвернусь, типа, ну, полазите там. Ну, и они разбежались там туда-сюда, там Т-72, Т-90, там это-это-это. Лазают, смотрят, все нормально, все хорошо. Вдруг крик такой совпал. Вот. А мне, послушаю, сломал, думаю, елки-палки, техники мои. Пулемет швы открутили или пуху откломили. Ну, они же техники юные. Я туда. А он стоит, что-то руку кверху поднял, вот так вот, палец держит. Говорит, чего, что с тобой, что? Что ты сломал? По окраске бронетехники, ну, минимум у меня там, это что могу назвать, ну, минимум 70 оттенков зеленого. Больше гораздо. Они каждый взяли по баночке краски, основные вот базовые, которые вроде как бы вот, ну, пользуемся, положили в карман. Каждый идет, подходит, ну, она там, в принципе, все покрашенная. Берет, палец раз в банку, по броне. Не, не оно. Вот, руку вытер в следующий раз. Ну, один берет, бац, хопа. Все, слилось. Совпал. Вот теперь мы точно знаем, что вот таким номером краски красит советская современная бронетехника. Гений. Ну, это же надо было придумать. Значит, голова-то у них работает. А потом про голову, вот у меня живой пример. Мальчишка в третьем классе учился. Ну, правда, семья обеспеченная. Папа приезжает на занятия. «Ой, Илья, я тебе привез там такой набор шикарный. Ревелл, немецкая фирма, Сталинград баттл, Сталинградская битва. Там на коробке, там тройка немецкая, три-четверка наша. Там война в Крыму, все в дому, там развали. Ну, красиво. Бокс-арты всегда же красиво делают. Илюша сидит в третьем классе. «Папа, а ты мне фигню какую-то привез?» Папа такой, «Сынок, ты что?» «Папа, Т-34-85 войска начал в 44-м году весной поступать, а трешка в трехцветном камуфляже немецкая, циркуляр 121, от 20 февраля 43-го года в трехцветный камуфляж пришел приказ красить. А так она в сером была. Клажа полная. Ну, папа развернулся, поехал искать Т-34-76. Третьеклассник. Я им сказал машину вот на автомате. Запомнили. Они запоминают, они как губка, они это впитывают. И они этим пользуются, они это рассказывают. Где-то иногда там, ну, вот раз, а я вот это знаю. Он знает это, они это знают. И они много знают на самом деле. Проблема в том, что говорить они не особо умеют. К сожалению, мы потеряли поколение вот эти вот, и не одно, кстати, поколение, которое вот в телефоне. Я как-то даже наблюдал, к друзьям пришел на день рождения, ну, взрослые в одну, дети в другой. Дети сидят за столом, за детским. Чай, торт, там, прочее, прочее. Общаются. И переписки. За одним столом они не умеют говорить. То есть их надо банально сейчас детей учить разговаривать, учить думать, учить друг другу уважать. Алексей Иванович, вот с вашей точки зрения, вот моделизм, это важная составляющая вообще нашей культуры? Ну, либо это какая-то такая, как бы, частное, такое частное пространство для чудаков? Нет. Это совсем не забава, это труд, это великий труд. Причем слово «великий» большими буквами написано. Это, во-первых, учитывая то количество людей, которые занимаются в клубах, учитывая то, что все это развивается, извините, мы с начала спецоперации послали модели в Донецк, отправляли. Причем гордость за людей. Один из наших магазинов модельных объявил ребяток, говорит, есть возможность, но давайте будем собирать и будем отправлять. Все проезжало у нас без вопросов. Причем гордость за людей. Человек пишет вот в группе, я могу это найти, показать. Говорит, привозит, приходит человек в магазин, да, приносит там несколько коробок, кладет в Донецк. А вы кто? То есть клуб там кто? Какая разница? Отправишь? В Донецк собираем, да, отправь. Газиль, здоровенная, огромная газиль, доверху набитая коробками, уезжала в Донецк. Да, в Донецке клуб работает. Да, в Мариуполе два клуба, по-моему, уже открылось, но восстановились. Да, мы посылаем инструменты, модели. В Донецке, кстати, вот они очень управили выставку, ну, виртуальную. Так что нет, это по поводу важного, это не важно, важно. Очень большое количество людей, вовлеченных в эту работу, это не просто хобби, это не какая-то и не хотелка, как говорят там, хочу, нет. Это знание истории первое. Причем одно за другое цепляется. У меня мальчишки многие, я знаю, перед парадом на Тверскую просачиваются, солдатики пускают, говорят, да на, посмотри, в оцепление проскочил, ну, и полазит, где-то что-то отфоткает, чтобы в модели это применить. То есть они знают это, им это интересно. Они вон перед выставкой у меня что, брали стол перед дверью, садились и говорят, извини. Выйти ты не можешь. У нас выставка. Нам на выставку доделать. Тебе домой, а у нас выставка. Я говорю, ребята, я есть хочу. Ну, смехом, конечно. Они набрались в портфель, у меня печенька есть. Я говорю, спасибо, родной. Ну, так смехом все это, ну, понимаете, ну, это контакт с ними, это нормально, то есть, ну, вместе посмеемся, ну, вместе поогарчаемся. Понимаете, я этой работой не могу назвать. Это состояние души, внутреннее такое состояние, когда, понимаете, хочется туда идти, мне без них скучно, им без меня скучно. Они даже на переменах просто иногда вот забегут вот просто. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Потрепаться, извиняюсь. Вот что-то рассказать, что-то сказать. Что-то, ну, им это интересно. Надо с ними продолжать, не надо их бросать, и надо всегда помнить, что чужих не бывает. Они все свои, они все наши. Субтитры создавал DimaTorzok